Знакомство с основными понятиями социальной философии, современными понятиями социальной философии и представление об основных сегодняшних направлениях по социальной философии. Это не есть курс историко-философский, а это скорее не столько история, сколько логика. Вторая задача – это вхождение в стихию философствования вообще. То есть это высокая радость философствования, которая присутствует в любой философской дисциплине, и в том числе в социальной философии. Вот я думаю, что это в этом мире, может быть, после этого курса будет доступен. Какова общая структура? Общая структура – курс. Я чувствую себя искусствоводом, который показывает вам новую страну. Франция за три дня. Конечно, прежде всего мы с вами займемся предметом социальной философии. И посмотрим вообще на эту любопытную ситуацию, когда современная философия дисциплинаризуется, то есть в ней выделяются отдельные дисциплины. Какова логика дисциплинаризации в социальной философии, то есть в философии вообще, и это тоже, кстати, социально-философская проблема. Потому что, как я буду вам говорить, и что для меня существенно, философия вообще и социальная философия в частности – это не только и не столько сфера духа, сфера понятий, но это и сфера человеческих отношений. Это социальные дисциплины. Социальная философия, в частности, – это определенное сообщество, которое живет по своим законам. Вот. Итак, мы займемся прежде всего предметом. Далее мы займемся методом социальной философии, и я попытаюсь вам показать, и это один из моментов существенных, что социальная философия предполагает не только рациональные, но и эмоциональные методы достижения легкости, что, я думаю, вам глубоко внутренне близко. Далее мы с вами обсудим проблемы социальной антологии, учения о социальном бытии. Социальное бытие – это бытие особого рода. Это небытие предметов. И это небытие Духа. А это бытие отношений. Причем отношения, человеческие отношения, я думаю, эмпирический опыт вам показывает, что вы это знаете по собственному дистанциальному опыту, отношения – это тоже реальность. Далее я все-таки вот тут в некотором роде не перейдем к антологии, потому что я должен вам показать некие основные направления, основные дискурсы или дискурсы, с какого языка переводим, или парадигмы в социальной философии. И я буду демонстрировать вам четыре таких дискурса, которые существуют сегодня. Это натуралистические дискурсы, то есть общество понимается как сообщество определенных живых существ. Да, как сообщество и социум живых существ. То есть это взгляд Дарвина, это взгляд Спенсера, вот такой, да? Люди такие животные, на самом деле. И их сообщество – это такое, ну, стадо, не стадо, но что-то вроде там. Разумное жил. Ну да. Более любит. Более любит. Второй подход, противоположный первому и очень, я думаю, близкий вас, вам – это реалистический подход, где реализм понимается в средневековом смысле слова, рассматривает общество как некое обнаружение высшего трансцендентного начата. Бог. Как вы иначе понимали, высшее трансцендентное начало. Третье парадигма, или третий дискурс, это наиболее распространенный сегодня, господствующий в умах всех людей новой европейской цивилизации. Это дискурс, который мы назовем деятельность. От слова деятельность. Общество не порождено природой. Оно не порождено трансцендентным начатом. Общество – это то, что оно из себя сделало, своей деятельностью, то есть трудом. Это, конечно, прежде всего, я думаю, вам какое учение приходит науку здесь? Марс. А? Марс. Марс, конечно, Марс. Но это не только Марс. Это общее место новой европейской цивилизации со времен Лютера, возгласивши и написавши на своем знамени трудиться, значит, молиться. Труд основа, да? Вот. И четвертый дискурс – это дискурс наиболее современный, любимый молодежью у меня на кафедре, да? Это дискурс феноменологический. Это феноменологический. Да. От слова феномена, слово феноменология. Это гусор. Я думаю, гусор. Гусор. Знакомый. Да? Он здесь. У вас присоединился. Да. Мы вот напишем тогда. Гусор – это тем более существенно, я думаю, потому что путь к сердцу молодого, думающего, современного гуманитария лежит через это имя. Вы ему сказали гусор, и он уже ваш. Вот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну, а в чем основная идея феноменологического видения мира? Феноменологическое видение мира – это… Идея состоит в том, что мир – это не то, что порождено трансцендентным большим началом. Мы о нем ничего не знаем. Это трансцендентное начало слишком далеко от нас. И поэтому в процессе феноменологической редукции мы можем вынести это трансцендентное начало за скотки. Человек не есть порождение природы, не это главное. Наконец, труд – это тоже сомнительное начало человеческого общества и человека. Главное в человеке – это его способность производить смысл. производить смысл, интерпретировать, нет, не обязательно творчество, это интерпретация мира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok